Спортивная гимнастика – один из популярнейших видов спорта во всем мире. Прекрасная школа спортивной гимнастики со славными традициями есть и в Славянске-на-Кубани. В ее стенах не бывает тихо и пусто, ведь за многолетнюю историю своего существования наше отделение гимнастики хорошо зарекомендовало себя. В минувшие выходные отделение спортивной гимнастики пригласило нашу съемочную группу побывать на внутришкольных соревнованиях, посвященных Всероссийскому Дню Гимнастики. К снарядам в этот день подходили воспитанницы 3, 4 и 5 годов обучения. Всего же курс обучения гимнастики здесь рассчитан ни много ни мало на 10 лет. Такой большой срок обусловлен тем, что спортивная гимнастика – это один из сложнейших видов спорта. Чтобы добиться результата, нужно очень много работать над собой, говорит директор спортивной школы Рима Прищепа. И такие способные ученики всегда есть на отделении. На сегодняшний день Данильченко Алла в том году была призером России. На первенстве России. Это, в общем-то, очень значимый результат для гимнастов. В последние годы условия занятий на отделении значительно улучшились. Теперь у гимнастов в распоряжении большой светлый и теплый зал, предназначенный как для тренировок, так и для соревнований. Спасибо Роману Ивановичу, он 50-летию школы. Нам, как говорится, поменяли полностью окна в большом зале. Легкоатлеты, отделение лёгкой атлетики у нас переехали в другой спортивный зал, это в ЦСП «Олимпийцы». Поэтому для гимнастов освободился этот зал, где мы смогли, как говорится, установить полностью стационарно все наши гимнастические снаряды. Отделение гимнастики работает в составе школы имени Станислава Терентьевича Шевченко с 1965 года, с первого дня существования школы. Сложно сказать, сколько жителей города в разные годы были её воспитанниками. Но база, которую дети с самого раннего возраста получают здесь, позволяет им добиваться неплохих результатов. Стоит отметить, что и сегодняшний педагогический состав полностью укомплектован из бывших воспитанников отделения. За свою уже более чем 50-летнюю историю отделение завоевало доверие славянцев. Об этом говорит постоянно растущее количество учащихся. Сегодня их на отделении порядка 300 человек. Если раньше ходили по школам, ходили по детским садам, то сейчас уже практически родители все идут сюда, приводят детей сами. Вот это, конечно, очень большой, как говорится, сдвиг. Я так понимаю, что уже все знают о нашей школе. Это, в общем-то, очень приятно. Как выяснилось, родители, которые в первых рядах присутствовали на соревновании, в этом отделении подкупают тренерский состав, под руководством которого дети покоряют гимнастические вершины. Я считаю, что квалифицированные. Люди тоже. Это немаловажно. Вы к ней профессии. Они как педагоги, не только как тренеры, но и педагоги. У нас внучка маленькая, еще только 8 лет, вот восьмой год. Но уже третий год ходит. С удовольствием? С удовольствием ходит, да. В прошлом году вообще первое место заняла, да, в своей возрастной группе. Очень хороший тренерский состав у них. Летом ездили в спортивный лаэр, они за них отвечали, занимались там. Все было очень хорошо. Мы очень довольны. Наш тренер Анна Николаевна, она очень строгая, но она очень добрая, требовательная. И я считаю, что эти качества именно должны быть в преподавателе. Я считаю, что у наших педагогов очень высокий профессионализм. Я довольна тем, что я отдала ребенка именно сюда, в эту школу спортивную. Соревнования, прошедшие во Всероссийский день гимнастики, стали для многих воспитанниц отделения еще одним шагом к спортивному Олимпу. Трое участниц подтвердили разряд кандидатам в мастера спорта. Появились новые разрядники как среди воспитанниц постарше, так и среди юношества. Глядя на то, как спортсмены выполняют упражнения, падают, но встают, понимаешь, главное, что дает гимнастика – это не только дисциплина, координация, но и умение работать в команде, ответственность, целеустремленность и сила характера. Мария Кремова, Георгий Калинин, Константин Монастыренко, программа «События».